Прямо сейчас заключаем контракт, и цена выросла на 40%. Ну, не хотите, не мрите. Люди будут себя уговаривать. Ну, мы еще потерпим. Ну, мы же как бы нам сказали, зачем это нам. Ну, мы же доверяем нашим властям. Мы еще потерпим. Изменить ситуацию и вытащить экономику может не правительство и государство в одиночку, а люди, кто что-то делает. Мы не большая региональная держава, в которой нецелесообразно, просто экономически невозможно делать все и вся. Добрый день, меня зовут Виталий Поляков. В последнее время мы все с вами, наверное, замечаем, как изменяется и трансформируется экономика. Заходим в магазин, и там растут цены. Некоторые товары просто исчезают с прилавков. Останавливаются некоторые производства, что очень важно, дорожают кредиты, за счет которых многие из нас в последние годы жили. В общем, вот эти зарубежные санкции, они очень больно ударили по российской экономике. Но как они отразятся на нашем благополучии? Где та граница роста цен? И что вообще дальше будет с нашей российской экономикой? Сейчас эти вопросы очень часто звучат. И сегодня в этом выпуске мы попытались найти на них ответы вместе с ведущими российскими экономистами, предпринимателями и экспертами. Как вы бы сейчас описали ситуацию в экономике? Что вы видите? Ситуация подвешенного воздушного шарика, который надут еще, не знаю, чем аргоном, газ, который легче воздуха. Из него постепенно выходит газ, и мы опускаемся вниз. Эти все метафоры, сколько угодно можно придумывать, но у меня сейчас ощущение какого-то подвешенности. Я не чувствую опору, я не могу понять, опустились ли мы на дно, стоит ли отталкиваться, двигаться вверх, или мы еще падаем. Ощущение подвешенности какое-то присутствует. Насколько зависим ваш бизнес был от импортного оборудования, от импортных составляющих, товаров, еще чего-то? Ну, не думаю, что больше, чем других, потому что всегда у нас были какие-то аналоги. Но, как я уже сказал, как бы нам не хотелось, но, наверное, реальность такова, что нам все-таки придется ими воспользоваться. Нет ничего незаменяемого. В нашем бизнесе можно жарить и на углях, и вообще без оборудования. Вопрос к тому, к чему мы уже привыкли и достаточно давно этим пользуемся. Ну, наверное, какие-то еще потери будут в этом отношении. Аналоги – это Лысьва Бирюса, что-то такое? Лысьва Бирюса. Но Бирюса – неплохой бренд. Он более, конечно, такой бытовой. Мы давно уже не используем подобные. Ну, холодильное оборудование у нас было российского производства. На него тоже поставщики подняли цены абсолютно необоснованное. Вот прямо сейчас заключаем контракт, и цена выросла на 40%. Ну, не хотите не брить. Причем все производится в Санкт-Петербурге. Не знаю почему. Наталья Васильевна, как бы вы ответили на вопрос, в каком состоянии сейчас находится наша российская экономика? В ухудшающемся. А что, есть какие-то сомнения в этом? И думаю, ни у кого сомнений нет. Просто сейчас еще расторговывают старые запасы, а новые поступают все хуже и хуже. Импорт сократился почти в дуе, в марте-апреле. Запасные части пока есть у производителей, но к лету они закончатся, и будут вставать предприятия. Просто мы еще не видим всех последствий. Поэтому идет процесс ухудшения экономики. Ну, слушайте, если официальные власти говорят, что падение ВВП в 2022 году, это прогноз, будет 10% или больше. Но, чтобы вам было понятно, хуже была ситуация по годовому измерению. По годовому. Только, не помню, в 92-м или 93-м году. Был такой год, когда было 15% падения. А мы сейчас выйдем на больше 10. Ну, что еще объяснить? Но все-таки вот как санкции, которые нам объявили, это и запрет поставок некоторых товаров, ну и прочее, вот как они отразятся на нашей экономике вот в ближайшие месяцы? Уже понятно, что будут, ну, слово останавливаться, это очень жесткое слово, но испытывать очень большие затруднения множество промышленных предприятий. Потому что в куче продукции, которые они выпускают, есть импортные комплектующие. И далеко не все можно заменить китайским. И, во-первых, это китайское еще надо довести, даже если оно есть. Логистические цепочки рвутся на глазах. Поэтому будут просто вставать предприятия, и люди будут сидеть на неполной занятости. Конечно, увольнять массово, скорее всего, сразу не будут. Но первые несколько месяцев будут сидеть с похудевшим кошельком, с оплатой по тарифу. И этот процесс пойдет лавинообразно, и его быстро затормозить не получится. Потому что очень много комплектующих из Европы, высокотехнологические вещи, Европа, Штаты, а не Китай. Поэтому процесс будет нарастать. По продовольственной инфляции пока не готовы сказать, что будет. Ну, вряд ли будут перебои, мы производим довольно много. Но с импортной продукцией они будут, конечно, случаться. Но самое главное, там будет рост цен. Уже и на бананах, и на чае, и на всем том, что мы не производим. И этот рост цен виден очень хорошо. А борщевой набор, так называемый, он случается уже третий год подряд по одной простой причине. То, что мы производим и закладываем на хранение, обычно в мае заканчивается. И надо дожить до следующего рожая. И замещается это импортной морковкой, импортной картошкой. Но свякла вроде своя, хотя не уверена. А импорт, ну, вспоминайте, курс сейчас его искусственно опустили. Но по этому курсу вы не можете купить. Ни долларов, ни евро по этому курсу. Для тех импортеров, которые покупают на валюту, а глобальный рынок торгует на твердые валюты, курс, конечно, будут стараться близким к центробанковскому держать, но все равно он будет выше. И поэтому инфляция не закончилась. Вы обратили внимание, рубль уже упал, а цены-то на продовольствие импортное не упали. Вот вам и ответ. Это для людей. Дальше. То, что вы носите, чем вы пользуетесь. Про гаджеты мы уже не будем ничего говорить. Хуавей и никого другого. Вы сидите в сети, в интернете. Все поставки оборудованы. Запрещены. Кроме того, что мы пользуемся, когда сидим в запрещенных или незапрещенных видах. В Ютюбе еще. Это можно. Но все, что связано с самими сетями, оборудование, которое ставится на земле, которое заменяется, это запрете. Поэтому будут большие проблемы и с нашими интернетами. А про гаджеты я не говорю. Правильно я понимаю, что сейчас вот именно благодаря предпринимателям мы прожили вот эти месяцы более-менее стабильно. Потому что были какие-то торговые запасы, у всех складов, у всех там что-то есть по старым ценам. Где роль предпринимательства, а где государство в этом? Я думаю, что все-таки в большей степени здесь роль предпринимательства поучаствовала. Как только начались вот эти все операции, события, все, кто мог, по максимуму вложились в запасы. Действительно, та мера по переносу платы налогов, по упрощенке, она была очень кстати, потому что все вложились в бизнес. Вот все закупили все, что только можно. Потратили все деньги. Это позволило нам сохранить вообще товары, ну и как-то удержать дефицит, что ли. Хотя просто цен все равно привело. Для малого бизнеса это было очень актуально. Во-первых, нужно было вложиться в запасы. Во-вторых, те, кто работает с импортным сырьем, а на секундочку доля импорта вообще в российской экономике 70%, то есть это очень много. И даже те отрасли, которые, кажется, уже исконно русские и наши, все равно работают на семенном фонде, на удобрениях, на импортных и так далее. Так вот, работа с импортными поставщиками, с иностранными в этих условиях, она к чем привела? К тому, что поставщики мало того, что подняли цены, попросили сделать предоплаты за новые поставки. То есть предприниматели должны были заплатить двойную сумму. Закрыть старые долги и оплатить новые отгрузки. Где взять деньги? Когда у тебя стоит вопрос сохранять бизнес или как-то быть хорошим перед налоговой, конечно, любой бизнесмен выберет сохранение бизнеса. Здорово, что появилась эта мера по отсрочке уплаты УСН. Все говорят, что из-за новых логистических схем товары будут дорожать. А как это на практике выглядит? Я не знаю. Раньше мы везли из Китая, и сейчас из Китая везем. Как меняется? Ну, представьте, очень много нам поставляет Европа. Если раньше мы возили напрямую из Европы, то теперь мы должны куда-нибудь в Белоруссию, в Казахстан, отвезти, а может и в Китай, и завезти вот так, отсюда. Насколько удлиняется плечо. Поэтому и по времени все увеличивается, и увеличивается и стоимость самой логистики. Но Китай тоже, он, конечно, нам друг, но друг такой со своей выгодой. Китайцы тоже увеличивают цену на аналогичные товары, которые мы теперь вынуждены возить не из Европы, а закупать у них. Ну, вот мы долгие годы, наверное, с 2014-го говорили про импортозамещение. Сколько лет прошло? Получается, 8 лет. Все-таки, почему сейчас дорожают даже те продукты и товары, которые вроде бы, производство которых вроде бы не зависит от импорта совсем? Это абсолютная иллюзия, потому что в России это страна, которая доращивает все, включая борщевой набор в том числе. Семена, семенной фонд у нас исключительно иностранный, то бишь голландский и немецкий. Поэтому я этот пример приводил уже более 15 лет назад, что когда голландская картошка ложится в русскую землю, обрабатывается польскими гербицидами, пашется американским трактором, Джон Дир собирается руками гастарбайтеров, в какую секунду она становится отечественной синеглазкой. Поэтому нашим согражданам нужно как-то немножко поставить голову в правильное положение и понять, мы не большая региональная держава, в которой нецелесообразно, просто экономически невозможно делать все и вся. Более того, даже если бы Соединенные Штаты оказались в той ситуации, как находимся мы, под очень серьезными ограничениями, в первую очередь со стороны частных компаний, никаких санкций еще не включалось, даже они бы пострадали бы очень-очень серьезно. А поскольку мы сейчас вроде всего мира восстали, то все цепочки, которые разрываются, они приводят к тому, что и борщевой набор, опять-таки не надо тешить себя, и нельзя никогда произносить, что у нас на территории Российской Федерации что-то производится от и до. Большая часть комплектующих составляющих, еще раз говорю, производится за рубежом, и очень небольшой рынок. Израцного голода не будет, потому что много товаров-заменителей, есть, ну, в общем-то, и ритейл, и производители нарастили свои мощности, и поэтому, в общем, голодать мы не будем, просто ценник на все товары и услуги будет, ну, в рост кратный, то есть это будет, там, два-три раза. А вот вы сторонник больше какой экономики? Закрытый, советская, я не знаю, ну, или экономики, которые вынуждены приспосабливаться под санкции, или глобальная все? Я не верю в закрытую экономику, и текущая ситуация – это абсолютно новая, вообще для всех, как для развитых стран, кто вел по отношению к нам санкции, так и для нашей страны, которая в этих санкциях сейчас живет. Как ни крути, но мы действительно встроены в глобальную экономику, и сейчас сильно нарушен баланс. Отклики или первые результаты вот этого нарушившегося баланса, я думаю, мы увидим уже этой осенью-зимой, и если вдруг ничего не поменяется, ну, а предпосылок к тому, что поменяется, и все вернется на прежние позиции, и их нет, в общем, будем наблюдать. И мы с удивлением будем обнаруживать те изменения, которые произошли вот по причине всего, в чем мы сейчас живем, некоторые вещи нашему глазу не видны. Это и социальные изменения не только у нас, а еще и за пределами нашей страны. Это и экономические изменения. В общем, то, что инфляция уже разгоняется по всему миру, это факт, это мы наблюдаем. Каким будет результат инфляции, пока сказать крайне тяжело, но я ожидаю, что рынок финансовый во второй половине текущего года будет лихорадить, как не лихорадило, ну, по крайней мере, на моей осознанной профессиональной памяти, никогда. Вообще человек, он же адаптируется ко всему, вообще все живое ко всему адаптируется. Если будет чем дышать, а есть чем дышать, есть что пить и что есть, ко всему мы адаптируемся. На самом деле, я в текущей ситуации вижу больше возможностей, чем минусов. Не помню, кто, по-моему, Черчилль сказал, что оптимист видит в угрозах возможности, а пессимист видит в возможностях угрозы. Ну, вот дословно не помню, но что-то подобное. Я предпочитаю видеть в текущей ситуации больше возможностей, потому как открылось столько вариантов для собственного развития, для реализации, для созидания продуктов, потому что оголились очень многие ниши. Да, сразу их не заменить, но то, что мы сами можем что-то делать, и пусть с меньшим качеством, с худшим качеством, результатом продукты или услуги замещать, но все равно это будет потом улучшаться, как любой другой продукт. Я в это верю, и лично меня это очень сильно бодрит. Ну, а получается, в чем сейчас главная проблема? Мы видим, что цены выросли, да, но вроде бы некоторые откатываются уже на докризисные значения, ну, и дефицит товара как бы нет. Главная проблема все-таки нас ждут не в отсутствии товаров на полках, а главной проблемой нас ждут в падении доходов населения, потому что сбыт нашей продукции будет сокращаться. И я сегодня уже точно об этом знаю, что многие, многие нефтедобывающие компании начинают испытывать проблемы со сбытом. А если нечего продавать, если некому продавать, то нет доходов, нет поступления в бюджет, нет возможности платить заработную оплату. Если вы печете хлеб, но вас его никто не покупает, то долго вы сможете этим заниматься? Нет. Если вы производите автомобили, которые вас не покупают, то вы тоже разоритесь. То же самое и со страной. Если никто не будет покупать нашу нефть, наш газ, то на что мы будем жить? Мы так устроены сегодня, что мы большая бензоколонка, мы продаем топливо на запад, на эти деньги покупаем себе продукты, товары, автомобили, сумки. И на это живем. Вот из той информации, которой я сегодня владею, уже сегодня огромная проблема со сбытом нашей нефти. У нас, конечно, очень талантливые менеджеры в госкорпорациях, они придумывают разные хитрые схемы, договариваются, продают нефть за полуцены, но в любом случае страна, как страна, получат денег меньше. Это очевидно. Меньше денег, меньше возможностей. Ну да, прогноз не самый рядужный. Наверное, может быть, поэтому в последние месяцы Россия столкнулась с массовым оттоком специалистов. Мы видим, что за рубеж уезжают айтишники, журналисты, ну и люди самых разных специальностей. Как вы считаете, как вот этот отток, этот отъезд повлияет на тех, кто остался, в том числе на нашей экономике? У меня есть данные, что только в Дубай за последний месяц приехало 250 тысяч россиян. Огромное количество россиян приехало в Турцию. Также они есть в Грузии, Армении, Казахстане. Вот, по крайней мере, те, кто выехал в Дубай, это люди с деньгами. Это, как раз, представители того самого крупного и среднего бизнеса, потому что для них единственное сегодня такое безопасное гавань, это Арабские Эмираты, потому что они сохраняют нейтралитет. А там, где деньги, там энергия, там движение, там развитие, это отток критичен для будущего развития. Если мы не хотим развиваться, то, конечно, не критично. Если мы хотим жить на том уровне, в котором живем сегодня, потихонечку еще бедить, то, конечно, не критично. Если мы хотим развиваться, то это очень критично, потому что именно вот эти ребята, молодые, толковые, грамотные, образованные, могут двигать экономику вперед. Надо понимать прекрасно, что та элита, которая сегодня находится во власти, она уже ничего в экономическом плане в стране дать не может. Ей не хватает ни уровня образования, ни уровня компетенции, ни уровня, я не знаю, совести, что ли. очень много толковых ребят, образованных, не знаю, утренним стержнем, они сегодня выезжают и делают бизнес. Но, к сожалению, уже не в России. И на них, и на этих ребят огромный спрос. Какие перспективы вы видите, что будет дальше в горизонте полгода, пару месяцев? Мой прогноз основанный на тех людях, которым я доверяю, ну, по крайней мере, все, конечно, сильно зависит от того, как сложится ситуация внешняя. Но, если она будет идти по сегодняшнему сценарию, то, я думаю, что сильно эту ситуацию влияние на себя мы ощутим примерно в августе-сентябре. Вот у меня такое предположение. Я думаю, что если ничего не изменится, то август-сентябрь это будут критические месяцы, которые, ну, наверное, очень сильно будут отличаться даже от того, что было в феврале-начале марта. Ну, я очень надеюсь, что все-таки здравый смысл через какое-то время возьмет верх. И я надеюсь, что, не знаю, через пару лет все-таки мы очухаемся. Возьмемся за ум и начнем потихоньку-потихоньку до дерьма выкарабкиваться. Если же этого не случится, если через два года все-таки у нас не поменяется президент, это вот мое личное ощущение, если или придет еще кто-то из силовиков, то тогда еще лет на 12 Россия ждет деградация экономическая. Поэтому для меня точка перегиба вот 24-й год. Вы знаете, в 90-х у очень многих был абсолютно пустой кошелек. Власть не любили очень сильно. Но протестов, как вы помните, особо не было. Вот перелом картины мира в мозгах быстро не наступит. Люди будут себя уговаривать. Но мы еще потерпим. Но мы же как бы нам сказали, зачем это надо. Но мы же доверяем нашим властям. Мы еще потерпим. И таких будет много. Потому что признаться, честно признаться себе, что все, что у тебя есть, имеет одну единственную причину 24-го февраля очень многие не готовы. Вот такие прогнозы и оценки. Главный вывод. Россия сейчас находится в экономическом кризисе, последствия которого до конца мы еще не ощутили. Понятно, что пострадают те, кто работает на экспорт, но и те, кто работает на внутренний рынок спрос просто потому, что доходы у людей в России начали падать. Можно смотреть на всю эту ситуацию через розовые очки и говорить, что ничего страшного не произошло, будет только все лучше, сейчас сорванем, ну и все в таком духе. Для экспертов очевидно, что экономика России нуждается в перестройке, а путь этот не близкий и занять может несколько лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова